всем привет и я полагаю что это будет посредняя часть обзора этого скетчбука вот тут осталось буквально совсем немного с прошлой закладки я достаточно быстро рассказывал его немного понадобилось времени заваривайте чаек берите печенюшки или что там у вас вкусненького и мы закончим обзор этого скетчбука но в конце видео я хочу вам задать один вопрос так что посмотрите пожалуйста до конца где же мы остановились где же наша закладочка а вот она мы остановились на вот этом прекрасном человеке вот закладка я положу сюда это художник из фильма джейсами на стране лжецов советского там еще но это как бы по книге джанни радаре а тут вот этикетка упаковка от какой-то немецкой сладости вот так здесь какая-то непонятная ерунда карандашная i want killed kill myself не знаю что это значит может быть этот молодой человек ему не нравится его огромные руки с кучей пальцев ну возможно его можно понять но все-таки не стоит ему убивать самого себя потому что у него на животе прекрасный глаз вот очень странный молодой человек карандашный затем тут человек в углу жался в точку маленький смайлик звездочка и товарищи будьте бдительны 2020 год 20 или 21 не знаю что написано не знаю вдруг внезапно появились какие-то товарищи коммунистическая какая-то страничка ну ладно вот я на столовой клеенке картина тут видимо я мой автопортрет тарелка вилка нож клеенка мне кстати очень нравится эта клеенка эта клеенка действительно у нас есть такая с ромашками мне она безумно нравилась в одессе вот ну и тут получается руки которые тянутся к этой к этому завтраку или обеду или ужину вот я полагаю что это как метафора о том что ну наши мысли наши идеи мы постоянно их перевариваем внутри себя и это может быть как метафора пищи но это мое личное предположение вот а тут автопортрет лета 2021 года вот но это я автопортрет сделал себя больше похоже на буратино дело в том что я в свое время очень сильно комплексовала за моего носа но типа он немножко курносый и длинноватый и видимо я решил это запечатлеть в картине и мне очень нравится эта картинка посмотрите на эти цвета сиреневый синий зеленый желтый какая красота и бумага так очень приятно их восприняла так как бы какими-то фактурами боже это прекрасно это это великолепно правда да ой а это у меня была такая проблема под носом у меня был герпес извините конечно такие подробности но и я решил опять-таки запечатлеть этот момент и назвал картина болезни ну правда не был не такой герпес понятное дело но тут явно молодого человека сильно сильно какая-то проблема она и кожа сейчас у меня нет такой про большие проблемы тьфу 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 или в эту сторону надо ну неважно через через левое плечо надо сделать тьфу 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 как будто это поможет да вот и ну в общем такой вот рисунок мне очень нравится что здесь акварельные карандаши и тушь они идеально смотрятся рядом с друг другом и тут еще одна картинка акварельными карандашами и акварелью это опять-таки мой автопортрет и он опять-таки шикарен фиолетовый пиджак оранжевые штаны носочки зеленые у меня такие есть правда фиолетового пиджака нет но ничего когда-нибудь появится но я опять-таки я здесь немножко похож на буратино так давайте начали рассмотрим эту открытку когда-то мы с моей подругой хотели сделать бизнес и продавать открытки но она ничего не сделала я сделал где-то около пяти открыток и это была одна из них вот это как бы какой-то молодой человек немножко правда похож на меня да ну да ладно он поет love you на акулеле тут котик мой сердечко на пиджаке он весь такой милый хороший прям как я но и тут вот одна из моих любимых джазовых песен а не тук ваннук и тюд и далее я не помню уже этой песни это давно было музыкальные вкусы постоянно меняется но джаз это навсегда в моем сердечке что у нас тут ага я в домике картина называется я в домике шар и и внутри дверца и в дверце человек мне нравится картина она мне напоминает чем-то нашу планету землю как будто на ней не человечество а вот маленький один человек и он прячется как будто бы в этом доме не знаю что то есть в этом такое тут король звезд кстати обе эти картины нарисованы карандашом подруги вот этим вот для этих глаз то что подводят она мне его отдала потому что он не подходил что ли и я им рисовал он очень мягкий он очень классно классно размазывается даже пальцем и это очень крутой материал жалко жалко что он не художественный потому что это офигенная ним рисуется просто посмотрите это же ну и серьезно это классно нет рисунок нравится и этот просто шикарно еще одна упаковка от я положу на место от какой-то немецкой сладости и тут значит коллаж конструируем жизни из пластика и тут фотография александра якимов город глазов от удмуртской ассср снимай быстрее а то мне пора тут воробушек и фотоаппарат фотоконкурс ют юный техник мне нравится на самом деле подпись снимай быстрее а то мне пора и тут вот человек какой-то и инсталляция но мне больше нравится мне нравится вот эта фотография с воробушкам и фотоаппаратом и нравится надпись конструируем жизнь из пластика ну так сказать актуально так чай очку так это какая-то такая страничка тут видимо у человека молодого глаз немножко потек ну что ж такое бывает меня вы знаете ли тоже часто по утрам глаза слезятся я не знаю это какая-то неправильная штука надо будет как-то проверить зрение хотя очевидно что у меня со зрением не все в порядке раз я ношу очки да вот тут надпись ха-ха а тут значит смайлик у него один глаз точечка один настоящий и тут написано смайл смайл супер смайл шикарная надпись мне нравится на самом деле это страничка на такая желтая немножко позитивная можно даже так сказать интересная ой-ой-ой-ой мне так нравится этот колыш то значит пасхальные яйца насколько могу понять и надпись верх ногами весна а тут какие-то люди я не знаю кто это мне просто понравилось как они смотрятся вместе и надпись кто мы ну и какой-то рисунок небольшой это гениально это гениальное как всегда ой-ой-ой мне и этот колыш нравится но этот правда немножко меньше значит тут сидит компания людей за столом у них там какой-то кофеечек хлеб кефир не знаю чашка с чем-то и один из них говорит в чем смысл жизни другой не знаю просто гениальность в этом комиксе все все самое гениальное на этом свете вот а то значит человек сидит за столом может быть выпивает а может быть просто сидит и какой-то импрессионизм в стиле ван гога не знаю просто какая-то непонятное чувство непонятная эмоция которая очень интересно здесь смотрится ой ой боже как мне это нравится вы не представляете странные человеки мужик который пытается присесть присядука табуретка мужик который несет из а тб пакетики а тб а тб мужик который такой супер крутой и он говорит я звезда мужик который без штанов и смотрит на дорогие штаны которые стоят и 100 долларов и говорит дорогая а тут я посмотрел каролину вместе с папой и это шикарный мультик честно и я короче нарисовала ее карандашами и мелками и блин это классно и вот это нравится и вот это прекрасный разворот боже мне нравится эти странные мужики они очень смешные и мне нравится каролина потому что шикарный мультик и в принципе рисунок удачном вышел я глажу рисунки да и это тоже прекрасный господь я же говорил что кола же это будет самое интересное в этом в этом скетчбуке потому что с кола же они ну реально очень классные вышли так прошла наша жизнь цветок и падает какая-то женщина цветочка я вам подскажу такой маленький секрет на самом деле эту женщину но это рисунок ломоносова и этот рисунок был как бы в журнале я его вырезал и получилось вот так вот что у женщина фея падает цветочка так прошла наша жизнь а тут ну это в некотором роде существо автопортрет то есть это не я прям я но это существо которое возможно во мне живет и мне очень нравится композиции как сама построена и прекрасно и это прекрасно я просто в безумном восторге так все успокоились едем дальше но это заявка сильная это рафаэлька вкусненькая была она так тут колыш из каких-то дамочек дамочка каком-то платье затем они какие-то женщины я не знаю парикмахерская но они почему-то голые ну ладно затем реклама милки милка по моему эти все вырезки это была статья на тему того какие рекламы бывают то есть тут было по моему рекламу то ли платье то ли воды это еще что-то тут реклама мелкие тут реклама не помню чего сумок или не помню а тут была реклама по моему черных сигарет против белых не знаю что то очень странно но почему-то тут черный гусь идет против белых очень странная реклама сигарет короче а тут значит уже мои рисунки женщина которая пытается съесть птичку и просто черный гусь в моей вариации давно это было шикарный колыш так тут не знаю что-то зачем-то зачем-то что-то что-то зачем-то в общем это я обвел свою руку потом порисовал акварелью мне было интересно узнать как акварель будет на этой бумаге но она была не очень и я написал надпись первую которая пришла в голову шепчет мыши в голове и тут как будто человечек сидит и мне очень нравится этот рисунок он такой концептуальный тут наклейки с hello kitty как же без hello kitty классная вообще это hello kitty доброе утро город доброе утро город это из олега муви фраза и тут фиолетовая сумочка с потекшим зеленым глазом выглядит жутко вот затем тут вырезки опять-таки из журнала со змеями со всякими штуками ну и в общем все это в целом очень смотрится интересно я и мой лишай просто пришла такая идея в голову вот это типа какая-то девушка и у нее в руках лишай я его так себе представляю вот тут значит картофель в капроне какая-то девушка и какая-то абстракция тут правда должен был быть человек но его не видно карандашом вот тут изображен ну и тут тоже что-то приклеено нравится эта страничка на такая яркая она больше нравится даже чем прошлое это моя вообще любимая боже это это самое любимое блин как прекрасно короче мне очень понравился эта фотография какого-то парня советском журнале он мне показалось очень даже красивым я такой надо ему его вклеить мой скетчбук и я написала любовь левши он типа смотрит на карандаш потом я написал на карандаше кирилл он это карандаш кирилла понимаете а тут значит надпись этой картины он любуется но это не просто картина здесь есть вторая картина которая связана с этой значит это некий парень который очень красивый он влюблен любовь левши он влюблен в карандаш кирилла до карандаш кирилла и он любуется этим карандашом этим карандашом возможно кирилл что-то рисовал что-то чертил он вообще вспоминает о кирилле а здесь картина на фото внизу справа вы видите как картина называется кирилл шикарен вы поняли да вот эта шутка легендарная во первых я хочу сказать об этом рисунке я его нарисовал пальцами потом еще что-то тут рисовал в общем пальцами нарисован полностью рисунок а это кирилл кстати вот этот вот парень которого я приклеил тут радуга радужная какая-то стена у него в руках какой-то кисточкой или еще что-то и в общем это кирилл на фото внизу справа вы видите как кирилл шикарен в общем такая двойственная картина возможно кстати это тоже кирилл не знаю вот но в целом мне очень нравится как это все вышло и как это все запутано и странно и дилепо это очень классно на самом деле ой это самая странная страничка но она прикольная значит тут написано спокойной ночи значит рука глаз и улыбка это я вырезал из какого-то модного журнала ну значит тут даже нос есть смайлики а тут написано жена пикассо это так выглядит жена пикассо тут я не очень удачно обвел руку но мне на это не особенно важно ну и как были жена пикассо здесь глаз здесь ухо здесь рот ну очень похоже на жену пикассо я ее себе так и представляю интересный факт у пикассо не было жены ай вы это самый дурацкий на рисунок и в то же время самый концептуальный рисунок хорошо рассказываю тут человечек это все это все эта картина и тут человечек изображен всего-то казалось бы очень странная и глупая детская картинка но у этой картинки есть название и это все его название читаем маленький бисексуал почесавший левую ногу съевший три из десяти долек апельсина убивший маленького голодного комарика зевнувший целых два раза подряд выпивший немного воды из-под крана пошедший в ванну почистить зубы ровно на 5 минут запах заплакавший без причины ровно на 10 минут и 8 секунд и 8 9 секунд почистившись зубы одну минуту пошедший спать на свою маленькую кроватку с красными мокровым одеялом все извините я не могу извините ничего более странного и глупого я придумать не мог но это это знаете это одновременно и правда и грустно и смешно не знаю наверно в этом и заключается искусство в том что она заставляет почувствовать какие-то эмоции и это искусство заставляет меня вспоминать чувствовать переживать не знаю но такой глупый в то же время я чувствую рядом с этим искусством я понимаю что это мое искусство и возможно только поэтому я ему импонирую но не знаю что то в нем есть и мне нравится правда так это клоун мой внутренний мир 2021 год это опять-таки похожий на меня автопортрет и у него есть если вы заметите пуговицы или эти шарики похоже по настроению здесь он веселый немножко менее веселый невеселый немножко грустно и грустно и совсем грустно опечаленный вот но и тут колыш тут должны были сидеть две девушки а тут друг другая девушка и получилась такая капля и тут как бы дождь идет это капля дождя и картина называется дождь ну а тут мой внутренний мир я уже сказал ой это классно портрет моей жертвы за секунду до убийства это комар я совершил свои жизни убийства портрет моей жертвы за секунду до убийства комар ой а это я пытался нарисовать нашу ванную она у нас большом хламе беспорядки но она не совсем так выглядит вот если что вы видите здесь человека не смотрите не смотрите ну ладно смотрите раз смотрите вот ну и в общем тут всякие вот шампуни какие-то керосинка у нас там почему-то стоит уточка полотенца стиралка ну собственно как все и должно быть ой не очень нравится эта картина короче рассказываю историю я был по моему сейчас помню нет не эпицентр это было . вспомнить а метро короче я был метро и там бабушка зашла в рыбный нет не в рыбный в мясной отдел знаете там такие как бы холодные морозилки ну ход надо там только куртку надевать или еще что-то и там еще такие вход из таких пластиковых лент но я не стал заходить я стоял с тележкой снаружи и меня что-то так вдохновил это вот вот впечатление огромного магазина вот этого огромные вывески там мясо рыба затем я подумал а что если там внутри в этой морозилке плавают много-много рыб не мертвой а живой вот плавает между собой и люди просто ну если им нужна рыбка не и берут и вы выводят как бы то есть плавают рыбы там я не знаю еще что-то и меня в принципе все это так вдохновило весь этот вся эта атмосфера почему-то я решил нарисовать свой какой-то абстрактный магазин вот и на нем такая яркая красивая плитка здесь продают рыбу и это рыба плавает прямо там среди лампочек среди всего-всего но и сам магазин я не хотел назвать его метро поэтому назвал его магаз поэтично и красиво и вот список покупок я назвал этот картину да а здесь я пытался нарисовать мелками восковыми но мне не понравилось и у меня получилось так что пояс красный а он видит что-то синее в я думаю что может быть синее и я подумал что он везет синие авокадо серьезно авокадо зеленая почему а почему она не может быть синим а тут у меня очень странный рисунок который просто ку-ку-ку ну вспомните как в этом киндзаза ку-ку мама мама что я буду делать вот тоже такая песня это из киндзазы из фантастического фильма советского вот очень странный рисунок непонятно даже мне цыпленок гоша я не да я даже не буду пытаться объяснить что это такое это не похоже ни на цыпленка ни на гошу я не знаю что это такой а это голодный комар да у нас уже был голодный комар но это если бы комар был человеком и я его вижу себя так мне он не нравится честно ненавижу комаров ой как мило боже так не нравится короче это и автопортрет такой неживописные импрессионистки это мой автопортрет я написал ты безумно прекрасен мне было плохо мне было грустно я решил что надо нарисовать автопортрет и когда его нарисовал я почувствовал прилив сил и решил на на будущее себе написать ты безумно прекрасен и вы безумно прекрасны помните об этом смотрите на эту надпись не запоминайте вот это опять-таки импрессионистка и штука тут были у меня цветы это синие это ваза а это были дольки апельсин которые лежали на столе и тут надпись кстати название медовый спас синяя ваза и 4 дольки апельсина все логично ой не очень нравится этот разворот он не так напоминает об одессе короче это пляж фотографии из советского журнала понятное дело тут надпись веселые киты я веселые киты извините меня уже понесло и тут значит звездочки на 5 звездочек я пробовал свои новые карандашики а тут парень который искупался в море помните помните был и крокодил гена и чебурашка и не там купались загрязненном источнике я вспомнил про тех ребятишек которые были и замуж за на и я решил нарисовать такой же рисунок нас на самом деле в одессе море уже давно не не совсем чистая будем так говорить а ну грязная будем так будем откровенно да и поэтому я решила запечатлеть эту проблему которая меня очень сильно волновала я очень люблю наше одесское море солнышко там красное и вот вот это парень который искупался в море и уже стал замужзанным ну в общем такая картинка пойму уже почти подходим концу да я смотрю сколько времени а я так много рассказываю ну ладно мы уже досмотрим до конца сегодня чтобы не откладывать ничего так это я снял со своего шкафа у меня там был рисунок двух парней подвиг любви значит звездочки парни которые любят друг друга почему нет вот и тут снова парни которые любят друг друга да но нет тут не просто парни тут ангелы не свято то что нелюбимое прикосновение руки и мгновенно а что она любовь красиво мне показалось что я в рифму сказал но блин очень классный рисунок на самом деле и это очень классно она смотрится очень красиво не знаю каждый раз когда смотрю на этот разворот и ощущаю такое сильное внутри чувство любви неизвестно к чему у меня ну типа нету никого чтобы любить но все равно чувство любви есть не знаю это прекрасно а я тут снова любовь тут снова ангелы парни а тут уже девушки ангелы ну почему бы нет мне нравится что здесь преобладают синие желтый фиолетовый а здесь зеленые желтые красные оба такие хорошие оттенки очень хорошо сделано а тут у нас уже последний разворот собственно да ой маленький тут маленькая наклейка динозаврика у сказ про то как вернулись домой в лесу озера пропа по проводам я хочу написать такую песню серьезно ответь гениально сказ про то как вернулись домой по лесу в лесу озера про по проводам господи а еще тут девочка классная когда что-то живет меня классный свитер со слониками и еще тут есть фотографии которую делал мой дядя андрей в одессе он ее делал значит и что я могу сказать это он не то он делал не в одессе этого дела с чемировца и я здесь нарисовал свой автопортрет и нарцисс тут песни кусочки песен которые я ой это старый детский рисунок мне он очень нравится просто котейка ангел это гениально черт возьми это это гениально это искусство котейка ангел это открытка который мне мама подарила на день рождения я фенек я самый быстрый я прибежал быстрее всех она мне фенька подарила плюшевого а это сельба у нас нет для вас работы я хотел устроиться кассиром но как-то не вышло ну в общем и слава богу на самом деле потому что возможно это не то что мне было предначертано так закрыть надо как-нибудь этот этот пластичка моего хорошенького но что я могу вам сказать на этом к сожалению обзор этого прекрасного скетчбука подошел концу возможно слишком быстро пролетело за ним время не знаю может быть ему больше о нем рассказать на может быть и нет не знаю на самом деле я смеялся и чувствовал каждый раз когда видел эти рисунки не знаю чувствовали вы тоже что и я или хотя бы вообще чувствовали что и либо когда я показывал эти рисунки но надеюсь что вам хотя бы понравилось вы хорошо провели время вам было что посмотреть когда вы пьете чайочек да и вот какой у меня к вам вопрос дорогие мои такой вопрос нужно ли снимать обзор всего скетчбука полностью то есть без особенных разговоров то есть обзор будет тоже примерно где-то на 25 минут но он будет целостным без всяких частей будет ли вам так удобнее полностью его пересмотреть посмотреть картинки или не надо вы в принципе с ним знакомы вы все прочувствовали узнали и это будет лишь торопях это будет не особенно иметь какой-то смысл и лучше ли какие-то другие обзоры скетчбуков есть еще один вариант правда мы посмотрим полностью блокнот но не одни мы смотрим его с бабушкой бабушка моя согласилась что она может иногда смотреть со мной скетчбуки вот я предлагаю следующее видео посмотреть этот скетчбук либо я его полностью обозреваю знаете так скользь либо я его смотрю вместе с бабушкой но и сколько выходит времени столько выходит но зато моя бабушка комментирует смотрит и тоже чувствует вместе со мной и возможно вами спасибо большое за просмотр и напишите комментарий как я и просил на ту тему которую я задал вопрос напишите комментарии поставьте лайк если понравилось и что еще может подписаться если вы не подписаны да и на этом все понравилось спасибо большое и всем спасибо всем пока